Света Голодюк 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 Сейчас Бог будет делать операцию. Слушайте, ну я уже поняла, думаю, сговориться они точно не могли, у них время не было. И я такая думаю, ну слава Богу. И в общем, Бог вот это, обрезал вот эту нервозность и раздражительность. Это происходило в духе. Накануне, в общем, все началось хорошо, после того, как я пришла в этот центр. И через проповеди Андрея Бог сильно стал менять все. Ответил, я уже была в том уровне и прошла те проблемы, что ни один окружающий пастор не мог ответить на мои вопросы. Вообще ни на какие. И я думала, или я такая тупая, или все вокруг такие тупые. Но когда я стала слушать проповеди Андрея, еще будучи не здесь, то Бог вообще все полностью вел меня в тот уровень, когда я получила ответы на все вопросы, и мне стало легче жить, я начала новую жизнь, все так классно. И тут кто-то мне говорит, что ты себе там возомнила, служить там, что-то сейчас прям, ага, сейчас начнешь ты тут. Твои грехи, они разделили, ну как, на твои грехи ты много нагрешила, у тебя нет уже жертвы искупительной крови Иисуса Христа. И я глюканулась. Я думаю, ничего себе. И правда, я много нагрешила. И думаю, ну Бог там. Ну, короче, это не важно, но суть в том, что почему-то у меня такое поселилось во мне, что как-то Бог, Он обиделся на меня, что ли, и как-то удалился, что ли. Я даже не могу это словами объяснить. Но суть в том, что когда Света вот начала молиться за исцеление моего сердца, и она взяла мои руки, со мной стало происходить что-то такое необычное. И я увидела картину, что я стою и танцую с Иисусом. Руки вот так у нас вместе, мы танцуем. И я вижу себя своими глазами, Его вижу. Он так смотрит любовно на меня. И я понимаю, что я в статусе Его невесты. Но я не выгляжу как невеста. Я какая-то такая прибитая, полузапуганная, полузашуганная какая-то. И я в сердце чувствую желание на меня, что, ну, чувствую себя как невеста. Нормально, мы же танцуем с тобой. Я Иисус с тобой рядом. И вы знаете, я вот себя вижу и думаю в этом же видении, думаю, ну, что ты, ну, выпрями плечи. Ты же невеста Христа. И не могу как бы, и меня так вот как-то так стыдно или что, не знаю даже. Но выгляжу не очень так. И тут слышу слова. Я не давал тебе разводное письмо. Я не даю никому разводное письмо. Вы знаете, это вообще, это было нечто. И потом, когда я села и говорю, Господь, где в Писании такое написано? Не знаю, как я открыла Исаия. Она или была уже открыта, или я так открыла нечаянно. Исаия 50 глава, там написано про это. Я не давал, где разводное письмо матери твоей. Вот это местоописание написано. Только грехи твои увели тебя от меня. То есть я ушла от Бога. Не Он меня там оставлял или хотел оставить. Вы знаете, я пережила настолько любовь Божия и принятие Его. Бог никогда не отречется от тебя, что бы ты ни сделал. Еще одну важную вещь, кроме операции с сердцем, Бог мне сделал, наполнен меня силой. Вот нам очень приятно, мне приятно, другим людям. Я вижу, приятно, когда они слушают проповеди Андрея, и жизни меняются. И ты же тоже должен что-то делать в жизни, не только Андрея. Думаю, ну Бог, понятно, призвал на служение. Думаю, я всегда как-то спряталась бы, вот, чтобы за мной никто не ходил, ко мне не приставал, чтобы я отчет никому ничего не давала. И мне легче стрелки перевести. Слушайте Андрея проповеди. Слушайте его проповеди, ваша жизнь изменится. Все будет классно. Мне Бог помог, и вам поможет. Стрелки перелавься. И когда зашел Андрей, и он говорит, я сейчас с папой общался, я, говорит, вошел в портал мира, покоя, и я его принес сюда. И меня он накрыл, и я думаю, ого, как классно. Стою такая, и Бог мне говорит, ты тоже можешь это делать. Я говорю, что делать? И в этот момент ты, говорит, тоже можешь открывать порталы и тоже служить словом. И вы знаете, это было сказано, но Бог не говорит, просто так сказал, и ты иди делай, и порталы открывай. Я такая, как в Библии написано, что что толку, если вы скажете человеку, иди, питайся, гресь, а ничего не дадите ему там покушать. Так и здесь, это характер Бога такой. Если он мне сказал это, тут же он меня наделил этой силой. Вы знаете, вот его сила, она вошла в меня. Я потом, мы приехали с Ринкаунтера, я потом 3-4 часа, микрофон сейчас не нужен никому для служения. Есть скайп, есть интернет, пожалуйста, там проповеди читай хоть 8 часов подряд. И я так и стала делать. И все, я уже все пересказала, всем все рассказала. Все уже в очереди на Ринкаунтер стоят. И я поняла одну вещь, что у меня всю жизнь мою, 15 лет, что я в Господе, не было вот этой силы, которой вот Андрей всегда, он слогает. Я думаю, ну почему так жизни людей менять? Потому что его слово наделено силой, он выстрадал это, он прошел. Он заслуживает там этого, уважения, почтения, авторитета, все. Но мы-то тоже должны что-то делать, плод для Бога приносить. Но вовне не было вот этой силы. И вот Бог меня наделил этой силой, что я сама теперь, где я буду, я теперь имею эту силу утверждать Царство Бога, являть Его славу, проповедовать, нести это Евангелие, открывать портал и не бы совершенно не стесняться, потому что это настолько чудесно, это сверхъестественные вещи. Меня зовут Аня. Я поехала на Encounter, чтобы получить освобождение. Меня было заполнило много на анкете. После проповеди процесс освобождения, это как бомба взорвалась. Я поняла, что мне не надо подходить к служителю, говорить все мои грехи, чем я сейчас страдаю. Я просто подошла, я запечатала. И я поняла Альфа-Омега и этот процесс, что мы проходим, это классно. Но что самое памятное было, это вчера, когда была молитва за исцеление. Мы стояли у креста. И я просто... У меня не было таких сильных болезней, или у меня были внутренние болезни, но я подошла к кресту и сказала, Иисус, Ты знаешь мои болезни, я не буду их перечислять. Я уже, я знаю, получила исцеление на них. Я просто хочу увидеть Тебя. Я не хочу, чтобы служители за меня молились, громко там кричали, освобождали что-то там. Я просто хочу встретиться с Тобой. Стояла, молилась. Я конкретно получила встречу с Иисусом. Он подошел ко мне, назвал меня по имени. Он назвал каждую мою молезнь. Он сказал, я тебя исцеляю от этого, я тебя исцеляю от этого. Он меня начал, он меня обнял, взял меня на руки. Говорит, Ты самая дорогая, у меня, Ты самая у меня родная, Ты самая любимая моя. Говорит, я видел Твои слезы ночью. Говорит, я видел Твои страдания. Говорит, я всегда был рядом. Когда Ты вызывала ко мне, я всегда был там. Я всегда слушал, я держала Тебя на руках. Ты не понимала этого. Я просто, он говорит, отдай мне свою боль. Я забираю Твою печаль. Говорит, отдай мне сейчас свою боль. Он меня гладил по голове. Меня целовал, у меня пел песни. От него такая была любовь. Я просто, я просто таяла в его руках. Я благодарила Бога, я благодарила Иисуса, что я раньше не понимала. Я это вчера не сказала на свидетельстве. Мне сегодня ночью он пробудил меня и говорит, ты должна это сказать, ты должна это высвободить. Для меня это было так дорого. Я не хотела это свидетельствовать. Это как бы мое личное было. Просто он такой хороший, он такой добрый. Я такое пережила. Я теперь сейчас другой человек. Слава Богу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Расскажу шутку, которую я видел. В Сиэтле были. В Сиэтле, кто смотрел, не подсказывает. Такая фотка. Стоит мужчина такой, у него вместо головы взрыв. Такой огромный атомный взрыв. И написано внизу. Я наконец-то понял женщину. Вот это примерно та картина, примерно где ты должен написать. Вот я наконец-то понял Бога. Снесло окончательно все. То есть ты окончательно, слушай сюда, ты окончательно решил в своей жизни не понять его до конца своих дней. Вы даже не поняли, насколько было глубоко то, что я сейчас сказал. Это так. Фу, ушло мимо тебя, потому что твое серое вещество не зарегистрировало то, что я сейчас сказал. Ты согласился на всю свою жизнь не понять Бога. Ты согласился никогда его не понять. Ты соглашаешься никогда его не объяснять. Ты соглашаешься всегда ему верить и всегда с ним соглашаться. И когда он сказал, а вы не хотите пройтись? Они сказали, что они сказали? Они не сказали, Иисус, Бог им есть. Они сказали, они так говорят, по статистике, ну это значит то, что видно прошло у них, это моя мозга. По таситике Иисус, у тебя глаголы вечной жизни, ну типа ты знаешь, о чем ты говоришь на нашем языке, то скорее всего мы, наверное, никуда не пойдем. Ну почему тут так хорошо всегда? Какой-то дух радости всегда в Портленде приходит особый. Итак, идем дальше. Итак, два измерения. Вы поняли, да? Два измерения. Иисус, ты приглашаешь его к себе всегда. Он всегда у тебя будет что-то мочь делать, что-то он не может делать, что-то у него получится, что-то у него не получится, потому что ты двигаешься от веры к вере. И если ты Иисуса что-то попросишь, а этого не понимает твои мозги, значит твоя вера не включится, и Иисус этого сделать не может. В другом варианте, когда ходит Павел, и его убить не могут, его там целая глава описана, Павел своими словами писал, и он так бегло, целая глава, что с ним делали, как его травили, кусали, побивали камнями, топили, там вообще вот такая целая глава, там уничтожали, и ни разу не умер. Другими словами, смерть не могла его взять. Почему? Потому что он жил по другую сторону измерения. Вы знаете, что Библия говорит для тех, которые переходят в его измерение? Змей, даже если уважают во змея, вы не умрете. Если тебя попытаются отравить, ты не отравишься. Нормальный человек, нормальный отравится. Тот, который живет в его измерении, никогда не отравится. Он говорит, я даю вам власть над всеми силами. Тебе дана власть, но тебе не дана власть в этом измерении, тебе дана власть в том. Поэтому добро пожаловать в измерение Христа. Окей? Смотри. Все, что ты видишь, слышишь, чему прикасает, а всего лишь электрические импульсы, которые интерпретируют твой мозг. Поэтому я тебе честно говорю, как только... Объясните мне, почему мы с вами, когда мы растем, 5, 8, 10, 12 лет, мы в постоянном развитии. Я смотрел передачу, где подключают мозг, и буквально у тинейджера, у вот этих вот людей, которые вот, да, у деток, у них разум буквально, они говорят, электричество, там импульсы, там просто как будто подключено все так. Знаете, там вот эти фейерверки в мозгах идут электрические. Знаете, что это? Это мозги, они делают, и они показывали, как это делается. Он говорит, когда человек учится, он идет, мозги делают дорожки, электрические дорожки внутри твоего мозга. И эти дорожки, они, вот ты что-то увидел, вот ты скажешь, вау, и у тебя пум, сейчас дорожка была. Мозг сделал электрическую дорожку. Я честно говорю, я не, я вот не могу это объяснить, но я могу это рассказать, как оно там было. Поэтому я как бы, это не моя тема, но мне так понравилось, это все так показывали, электрические импульсы делают дорожки, и самое интересное, они говорят, что когда он сделал дорожку, это теперь единственная дорожка, по которому этот импульс будет ходить. Слушай сюда, когда ты вырастаешь, они подключили мозг человека, который вырос, у него нема ни одного импульса. У малого, там фейерверки в голове, там как будто, вот это, знаете, было похоже на вот это, фу, уу, пфу, понимаете, вот эти вот, форсов джулай, и вот это все, какие-то сияшки, какие-то блестяшки, какие-то импульсы, у человека взрослого никаких импульсов нет. Накатанные дорожки, ты все уже знаешь, в твоей голове уже ничего, пуф не делает, это для детей, пуф. Я вам честно говорю, вы смеетесь, я эту передачу посмотрел, я на колени упал, я говорю, бог, пожалуйста, пусть еще фейерверк будет в моей голове, заново, я хочу учиться. Кто-то понимает, о чем я говорю? И вот где мы с вами все попали, наши мозги, уже так изъезжены, нашими поездами, мыслями. В общем, когда вот эти импульсы, когда показали мозг взрослого человека, и они, эти ученые, они говорят, этот человек, они говорят практически brain dead. Знаете, что такое brain dead? Brain dead это мертвые мозги, это мозги, которые не развиваются. Другими словами, они говорят, как только этот человек начинает брать какие-то новые вещи, куда-то идти, опять начинаются импульсы, опять начинаются электрические выстрелы, опять начинаются вот эти дорожки в мозгу рисоваться, и ты становишься умнее и умнее, и предела, они говорят нет, сколько ты будешь учить, а сколько твой разум будет прокладывать дорогу. Дорогие, можете представить, что у нас насчет Иисуса уже все съездило, все уже съездило, вернулось по 10 раз, и мы с вами стоим, знаете, что мы с вами стоим? Мы с вами ждем, пока этот поезд там проедется опять, и ты скажешь, сегодня был Иисус, аллилуйя, это Бог, мурашки, 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 о, сегодня было такое присутствие, о, присутствие было, у меня мурашки не только на руках были, у меня мурашки еще на шее были. Мурашка, это твое прикосновение Бога тебе. Окей, дорогие мои, это не Бог, это твои мозги, прокатнулись там, и это ты везде, и сейчас ты везде ходишь, что ты ищешь? Мурашек ищешь. Все, в любой церкви, пришел, мурашек нет, здесь нет Бога, здесь Бог есть, у тебя просто мозги больше не работают, ты больше ничего не воспринимаешь, ты ждешь своих импульсов, которые ты знал, и ты как радар. Знаете, почему пианино не от Бога? Потому что импульс туда никогда не ходил. Знаете, почему вот так славить от Господа, а вот так славить, это не от Господа. Уже там мурашка не бежала ни разу. Окей? Вот почему. Кто-то понимает, о чем я говорю? Я смеюсь, но я тебе сейчас говорю глубины истины. Я тебе говорю сейчас, в чем ты и я застрял, почему Бог не действует. Тут твой мозг мертвый, ты больше не пускаешь. Ты все понял, все принял. И теперь ты ходишь, и по своей одной извилине, которую ты где-то в 60-м году тебя зацепила. О! И там такой импульс был, шабум! И теперь ты везде ходишь и ищешь. О! Где оно? Где оно? Где оно? Где оно? Это таллиннское пробуждение. Кто-то понимает меня? И это уже у тебя не Бог. Это все... Я ищу мою мурашку. Почему они поют псалмы, и там, и веры не стало, и все пропало, и я только листья принес, и там, знаете, ой, снопы, снопы, и там Бог мой, что мы то, какую только мы дрянь не пели, потому что по ней бегало что-то когда-то. И теперь мы пытаемся взять этот сборничек и прокатнуться еще раз по линии по истории. Когда-то, 35 лет назад, Бог вот здесь, на этом псалме, так пробежался. Бог, я жду тебя. Бог говорит, перестать. Иди сюда. Моисей не говорил, Бог, приди сюда. Бог Моисея сказал, нет, ты взойди сюда. Помните, да? Он сказал, Моисей, сюда. Моисей, хорошо, я пошел. Другими словами, Моисей согласился пойти в его измерение, а не пригласить Бога сюда. Смотри. Вот почему Бог не может много сделать в своем мире, потому что ты пытаешься вместить сверхъестественного Бога в своем естественном мире, мозгу. Тебе также всегда будет нужен следующий уровень веры, чтобы Богу двигаться дальше в твоем мире. Как только что-то новое сейчас произойдет вот здесь, я даю гарантию всем людям, которые знают Бога, у тебя будет глюк в этот же вечер. Ты такой. Даже сейчас закусило где-то кого-то, наверное. Я вижу по телеку, он там, закусило, знаю. Чувствую. Почему? Потому что в твоем мире, в твоем селении, мы знаем Иисуса. Мы знаем Его. Кто знает Иисуса? Поднимите руку. А-а-а. Что, кто-то знает? Я ничего не знаю. Я знаю только три дорожки, по которой Иисус пробегал. Вот все, что я знаю. Все, что ты говоришь, это был Бог, это всего лишь ситуация, нота, время, место, единственное, где Бог тебя коснулся. И теперь ты всю жизнь ищешь эти три ситуации из своей молодости. Потому что ты в мозгу ищешь этого импульса и хочешь вернуться в то состояние. А там Бога нет. Вот это называется религия. Это искать Бога там, где Он был вчера. Это религия. За Богом нужно ходить, а не бегать, смотреть, где Он был. Эта категория христиан всегда будет бороться против всего того, что их мозг не вмещает. И разум не понимает. Это младенческое душевное христианство, и оно ничего общего не имеет с духом. А что, если Бог призывает нас оставить наше измерение и приглашает нас войти в Его измерение, где уже ты, не ты делаешь что-то по вере или через веру, где вера отходит, включается знание, включается полное послушание. Вот почему Бог будет строго взыскивать с тех, кто знает Его, а не те, кто верит в Него. Кто-то понимает? Вот почему для некоторых грешить даже нет проблем, а для других не послушаться смерть. Потому что ты знаешь, что ты должен делать. Ты знаешь Бога, и для тебя непослушание равняется смерти. Помните Моисея? Одно непослушание. Одно непослушание. Можешь себе представить? Бог ему сказал, скажи скале. Он проявил непослушание. Он взял свою палку, дрын, разгневался и грохнул по скале. И Бог сказал, не войдешь. Почему? Потому что ты настолько взрослый, что это для тебя равняется смерти. И умер Моисей, не вошед в свою мечту и в свое обетование. А раньше Бог ему сказал, ты введешь. И он не ввел. Кто-то понимает измерение? Там могут бесноваться, и Бог просто сказал, окропи их там, брызнен их водичкой. Пусть там нечистые до вечера будут. Помните, да? А здесь он просто сделал, он все сделал, он просто вместо сказать ударил. Вода же потекла, негла вода. Но Бог сказал, а тебе кранты. Потому что для тебя я был настолько реален, потому что для них я, слушайте сюда, потому что Моисей, знаете почему? Давайте я уже расскажу историю. Потому что Моисей показал, для них Моисей был Богом. Кто-то понимает, да? Библия говорит, для них Моисей будет Богом, а Аарон будет пророком, который будет говорить, говорит, для них ты будешь Богом. Другими словами, они показали, он показал картину Бога, которая не существовала. Кто-то понимает, глубину этого откровения. Вот почему будут наказаны те, кто ходят с ним очень близко, потому что уже ходишь не... Кто-то понимает иное измерение? Ходишь не ты. Вот почему Моисея Бог убрал, потому что ты показал моим детям себя, а не меня. И они, посмотрев на тебя, подумали, что я злой и бью здесь все палкой, хотя я их люблю. И я тебе сказал, скажи, но Моисей просто нате вам воду, нате! Кто-то понимает глубину этого откровения? Вот почему в этом измерении ты не шутишь. В этом измерении через тебя двигается Бог и является людям сам Бог через тебя. Ты, уже не ты живешь, Моисей, уже Бог живет через тебя, и тебе не надо бить. Тебе нужно всегда показывать то, что показал тебе Бог. Кто-то понял? Тебе всегда нужно быть, репрезентировать Его Царство, а ты только что репрезентировал свое. Вот почему, Моисей, не войдешь, забираю и твое тело прячь, чтобы никто в жизни тебя не узнал, даже могилы твои не будет. Почему? Потому что ты показал то, кем я не являюсь. Вот почему опасно быть в слиянии с Ним в том измерении. Опасно делать свои дела. Там ты показываешь Его, там ты являешь Его, там ты в стопроцентовом послушании и даже девяносто девять процентов послушания для тебя будет равняться смерти. Девяносто девять. Кто-то понимает серьезное измерение, да? Это так, на всякий случай, если был вопрос. Окей? Смотри. Ты уже не делаешь ничего по вере, через веру. О, я верю, я верю. Иисус ученикам сказал, скажите мне, сколько нужно было веры ученикам, чтобы преломить тот хлеб, который он сказал преломить и раздать? Кто-то может мне сказать? Нисколько. Он им помолился, дал рыбу, дал хлеб, сказал, ломайте от этого измерения его. Тебе не надо. Знаете, и ходят ученики над каждой булкой возлагают руки. Умножается, растет батон, растет, вот он растет батон. Вот лепешка такая огромная. Ломаем, ломаем, ребята. Да. Они, ломай, Иисус, ломай. Всем давай, всем давай. И вот он в конце двенадцать коробок, ящиков осталось. Кто-то понимает, что такое иное измерение, когда ты слушаешься? Ты можешь на батон руки возлагать, это твое дело. А можно просто слушаться. Вот разница. Я предупреждал, тема для взрослых. Смотри. И ты уже не действуешь, Иисус действует в полную силу небесного царства через тебя, там, где ты уже не живешь, а он живет через тебя. Смотрите, когда Иисус заговорил с учениками о другом измерении. Я уже сказал, просто напомню. Когда он сказал, вот, представляете, вот сидят ученики все, да, все принимают Христа. Он им говорит о новом мире, он им говорит об изгнании бесов. Вот здесь воюют все с фарисеями, вот здесь все. И здесь он говорит, если не будете есть мои плоти и пить моей крови, и здесь моментальный стопор, штопор, ручник. Что с этой информацией мне сейчас делать? Что? Куда мне это деть, Иисус? До этого я тебя любил. Я так, я так поклонялся тебе. Вот на тебе вот эти золотые зубы. Объясни. Я тебе еще расскажу. Не знаю. А ты можешь сделать, чтобы они были? Не могу. Почему? Да потому, что я не управляю Богом, а Бог управляет мной. Если ты что-то можешь сделать, ты вороже и колдун. Я еще раз повторяю, если ты можешь что-то сделать сейчас, не спрашивая Бога, ты не в ином измерении, ты в заблуждении ада. Потому что Бог, Иисус говорит, я вижу Отца Творящего и творю. И когда Иисусу даже говорили что-то сделать, Он говорил, а-а, Он пришел в Ефес, помните, да? Там было масса людей лежали, Он подошел к одному. Иисус, ну что у тебя сердце не болит за всех вот их тут, масса их лежат. Что ты одного исцелил? Ты бы мог как исцелить всех и все как поклонились бы тебе, аллилуйя, аминь. Ну, ну, ну давай, Иисус, давай. Иисус пошел, знаете, как мы с вами представляем. Я представляю себя в Ефезде. Аллилуйя, 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 аллилуйя. О, Господи, дай силы на всех руки возложить. Иисус сделал только то, что видел от сотворящим и ни разу не выходил из Его воли. Он не всех исцелял, Он не всех освобождал и далеко не все сделал. Только не по одной причине, потому что, а у тебя ничего не получается, гляньте, к нам сам Шабовало приезжал, и этот человек не исцелился. Причем здесь я вообще я не принадлежу себе. Я здесь, чтобы принести свободу в разуме кому-то. И может из этой конференции, там тысячной, для одного вообще Бог меня послал, а для других во свидетельство. Кто-то может понять это? Мы вообще не руководим своей жизнью. Еще раз, если ты что-то можешь сделать, твоя сила не от Бога. Я ничего делать не могу. Мы делаем только то, что мы видим от сотворящим. Вот это оно измерение. Кто-то понимает меня? Вот оно измерение. Иисус говорит, сам по себе, сын человеческий, ничего не делает. Ты можешь вот это откровение впитать в себя? Ничего не делает. Его просили, умоляли. Он ничего не делал. Но в тот момент, когда он слышал, видел Бога, я уверен, он был намного в будущем дальше, чем мы представляем себе. Он видел картины. Он идет. Он идет и делает. Идет и делает. Идет и делает. Идет и делает. Классно. Мне так нравится. Вы знаете, церковь вырастет. Церковь вырастет в понимании того, когда ты начнешь вот так двигаться, когда ты начнешь ему полностью доверять свою жизнь, вокруг тебя тоже не будут. Все исцеленные, все освобожденные, все все поняли, все тебе поаплодировали. Далеко не так. Но ты будешь в самом центре его измерения. Ты будешь ходить. И Библия говорит, для одних ты будешь оживительным жизнью, а для других ты будешь ядом, смертью. Одних ты будешь оживлять, других убивать. Почему? Потому что это царство небесное, оно внутри тебя. Для семени Бога ты будешь жизнь. Для семени сатаны ты будешь смерть. Ты будешь их раздражать, уничтожать, рвать на куски, и они еще больше обрыгивать тебя будут. Окей? Смотри. Вот почему Бог приглашает нас в свой мир и в его измерение, где все возможно и все доступно. Все возможно и все доступно с разрешения Отца, с разрешения Отца, с разрешения Отца. И все, что не попросите Отца во имя Мое, вот оно. Не начнете из горла тянуть, попросите. Написано, Отец вам даст. Если попросите во имя Мое, Отец вам даст. Просите и получите. Смотри. Понимается абсолютно другая категория личности, новая ДНК. Это дети Бога, которые отсоединены от этой лимитированной реальности и двигаются в мире Бога, где нет лимитов, и все физические законы обязаны преклониться перед этими людьми. Обязаны. Смотри. Невеста не может жить в измерении веры. Еще раз говорю. Невеста не может жить в измерении веры. Невеста может начать с измерения веры, но невеста не будет жить в измерении веры. Невеста будет жить в абсолютном измерении Бога. Знаете, скажите мне, кто глава церкви? Иисус, да? Так почему мы же с вами до сих пор, как церковь, решаем, что от Бога, что не от Бога, что делать, что не делать? Потому что мы, можешь себе представить, Богу нужны твои части тела, Он станет головой. Можешь себе представить, когда Иисус станет головой церкви по-настоящему? Что церковь начнет делать? Скажите мне, вот сейчас, скажи мне, что тебе нужно сейчас для того, чтобы верить? Твои мозги. Твои мозги, чтобы верить. Скажешь, я духом верю. Да мы духом верим все. Почему одних есть, других нет? Потому что мозги не позволяют верить больше. Вот это, и уперлась уже, все, вот оно. Верю, верю. Не верю. Sorry, Иисус. Попробуем завтра еще разок. Мозги. Верю, не верю. Смотри. Невеста должна жить в измерении, не может жить в измерении веры, она должна жить в измерении знания. И будешь себе представить, когда вот я верю, не верю, и твоя голова снимается, и твое тело такое, хух, аллилуйя, и голова Христа становится. Скажи мне, сколько твоей рук, теперь чему нужна вера? Ничему не нужна вера. Теперь нужно абсолютное послушание голове. И части тела идут и делают. Кто-то понимает этот вариант церкви? Это вариант Христа церкви, вот он. Где он голова, а ты в полном послушании. Скажите мне, рука моя сама по себе, может сейчас вот это делать? Я такой, рука, стоп, стоп. Извините, 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 мне рука мешает сейчас. Извините. Сказал тихо. Понимаете, да? Это говорит о том, что меня сейчас надо в психбольницу забрать. Окей? Это говорит о том, что у меня или мозг раздвоился, расстроился, или там что-то в руку вселилось. Моя рука, она абсолютно послушается чему церкви? Моему разуму. Скажите мне. Я хочу разломать вот этот барьер, чтобы ты понял, что есть вера. Скажите мне, моей руке сейчас нужна вера, чтобы двигаться? Ломается твердынь? Ломается, нет? Ломается? Вы даже не представляете, насколько глубоко то, что я сейчас сказал. Моей руке никакая вера для движения не нужна. Моей руке нужно абсолютное соединение и просто послушание. Кто-то понимает? Так вот оно, церковь. Вот оно и иное измерение, где не я глава, а он глава. Потому что если ты глава в своей жизни, в своем селении, тебе нужно всегда контактировать с этой коробочкой, чтобы твоя рука что-то сделала или чего-то не сделала. Когда он глава, ты идешь и делаешь. Сколько нужно было веры Петру, чтобы тень исцеляла? Вот он идет, и он как, тень, сегодня мы пойдем на прогулку. Я приказываю тени мои активизироваться во имя Иисуса Христа и исцелять все, к чему она коснется. Поняла, тень? Тень. Тон. Это фонарь. Если даже это кто-то делает, то мне просто жаль, и там надо провериться, знаете, у доктора. Чем быстрее, тем лучше. Знаете, это говорит о чем? Это говорит о том, что его глава сейчас Христос, и это тень Христа. Я еще раз вам говорю, дорогие, не надо вера. Мне не надо вера. Я верю, я верю, что моя рука сейчас возьмет стакан. Я верю, я верю, я верю, я верю. Вот она берет. Но не надо вера. Рука слушается мои мозги. Вы видели, вы когда-нибудь лежали, и твоя рука где-то там в клубе позанимался, и рука такая. Я такой лежу. Думаю, Господь, я хочу заснуть. У меня там, знаете, было какое-то, да, мышца. Знаете, дергается, дергается мышца. И ты такой, слушай, ну что она не слушается меня? А прикиньте, как Христу. Дошло? Христос. Представьте, он же глава. Нигде не написано, что Иисус нога. Иисус нос, ноздри. Иисус глаза. Или там, знаете, Иисус глава, он мозг, он управительная часть. И представьте, лежит Иисус. И тело пошло на миссия. Нерзкую поездку. Кто-то понимает, да? Бог говорит, ну когда? Иное измерение. Полное послушание. Он хозяин моей жизни. Я не делаю гуманитарных поездок. Я ничего не делаю, если не вижу его творящим. А как узнать, если он творит? Библия говорит, по плодам их узнайте. По плодам узнайте их. Не по болтовне, и не по длине их пиджака, и не по длине их резюме. И не по рукоположениям. Кто их там рукоположил? Видел? Вон руки. К одному захожу. О, Господи. Я честно говорю, захожу. Я так не понял, думаю, что это такое? Он не пропустил ни одного рукоположения. Все сфутали. Я такой прохожу. Стена. И везде. Знаете? И везде. Знаете? Я такой смотрю. Фотка, 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 фотка. Я такой думаю, Иисус, освободи его. Сколько там живет их. И он гордится. Видел? Лучше б не видел. Мне тебе жаль. Смотри. Невеста не может жить в измерении веры. Ее отношения должны перейти в полное слияние со своим женихом, где сам Иисус делает то, что он желает через нас. Именно в этом мире жил Иисус. Именно в этом мире должна жить его невеста. И Иисус не только, знаете, исцелял, он ходил по воде, он ходил через стены, он преображался. В один прекрасный момент Библия даже говорит, что его ученики по дороге в Имаус не могли узнать, потому что Иисус явился в иной форме. Он был другой мужик. Другой вообще. Они вообще его не узнали. Только когда он преломил хлеб, они, ааа, это движение мы где-то видели. И тут хоп, и исчез мужик. Это Иисус был. Понимаете, да? Ага. Ага. Смотри. Иисус это все делал. Он ходил через стены, транспортировался, преображался на глазах учеников и массой других вещей. Сам Бог будет вести тебя и учить тебя. Он будет показывать нам через наше сознание, ненормальное для нашего мозга, и сознание картины, с которыми мы должны согласиться, привести их в действие. Вот Бог показывает тебе вещь, ты должен согласиться с ней. Ты должен согласиться с ней. В один прекрасный момент и Бог Иисусу говорит, плюнь ему в лицо. Ну, представляете, да? Исцеление. Ну, Иисус, ну. Ну, тут же нормальные мужчины. Пиджачки, галстуки, камеры. Вот стоит слепой. И что, вот это сейчас? Да, вот так и сделай. Знаешь, что он так сделал? Он видел отца плюющим. Что вы улыбаетесь? Я гарантию даю. Он говорит, я не вижу, не делаю ничего, того, чего отец не творит. Другими словами он видит, плюет отец? Плюет, плюем. Другими словами он вообще хорикнул, грязь сделал, и лицо замазал грязью. Глаза вложил, говорит, иди умойся. Я бы на месте слепого сказал, естественно. Что мне еще делать? Я сейчас пойду морду мыть. Что, не туда ходить, что ли? Ну, представляете, да, вот, ну, Бог говорит. И все, что надо делать. Насколько это непонятно или страшно, или как бы это ни было. Личное наблюдение. Я сейчас докажу. Я докажу всем людям, религиозным людям, людям, которые не хотят жить в том измерении, людям, которые не верят в чудеса. Я сейчас всем вам докажу, что вы верите в чудеса, и для вас это естественно. Хотите объяснить как? Хотите вам объяснить? Доказываю. Мое личное наблюдение и мои личные эксперименты. Какому бы человеку, религиозному, который ненавидит зубы там, вообще это с сатанизмом считает, я задавал несколько вопросов. Это мой личный вопрос за вот эти годы. Я был там, я был там, я был там, и просто задавал вопросы. Они даже не замечали, что я тесты делал. Я задавал вопрос. Тебе когда-нибудь снилось, что ты летаешь? Да. Тебе когда-нибудь снилось, что ты исчезаешь, появляешься? Ты творишь какие-то чудеса, изгоняешь бесов, исцеляешь любого рода сверхъестественные вещи? Тебе снилось? Да. Ты чувствовал, что это от дьявола? Нет. Нет. Стоп, 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 вы все со мной? Все со мной? Это мой эксперимент. Знаете, я иногда... Эта тема, кстати, готовилась несколько лет, чтобы вам сейчас рассказать, потому что эксперименты не закончены были. Все из моего опыта и вопросов, все, кто были со мной честные, люди взрослые, которые не верили вообще, зубы это вообще, это шаманизм, это все. Я говорю, вы делали? Я говорю, почему во сне ты не сказал, так стоп, 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 приземлить меня, быстро приземлить меня, быстро приземлить меня? Это не над Богом, это не над Богом. Какие бы рода ты чудеса ни делал, все вы во сне делали какие-то сверхъестественные вещи. Все мы во сне делали нереальные вещи для нашего разума. И для всех из нас это все было нормально, пока мы не проснулись. Кто-то понимает? Знаете, что происходило в этот момент? Ты веришь в чудеса. Твой дух в них уже давным-давно живет. Твое серое вещество было отключено на время твоего сна. Оно отдыхает. Кто-то понимает, да? Серое вещество, нужно отдохнуть. И в этот момент твоей жизнью, твоим духом руководило подсознание, которое некому сказать. Представляете, подсознание это как пятилетний ребенок, который творит что хочет. А серое вещество это взрослый родитель, который говорит, «Ничего, нет, нет Бога, окей». Но вы знаете, подсознание, оно абсолютно ничему не учится. Оно хочет все делать, всегда делать. Оно хочет везде лезть, оно хочет везде летать. И чем больше летать во сне, тем лучше. А я знаю, что ты хочешь летать. Ну что хочешь там? Летать, приземляться, прыгать, суперменом быть. Что угодно. Там во сне кто, мне как бы нарассказывали, я думаю, Бог мой, упаси. Подсознание это как пятилетний ребенок, который не контролируется. Твое сознание это серое вещество, которое как родитель, который говорит ему, от Бога, не от Бога, не иди, не пой, не прикасайся, это от дьявола. И твоему подсознанию придется, знаете, ему приходится сидеть вот в этой тюрьме. Но как только ты засыпаешь, подсознание смотрит, батя дрыхнет. Кто-то понимает, о чем я говорю? Это у нас у всех. И твое подсознание на подвиги. И я вам гарантирую всех, твое подсознание, твой дух через твое детское подсознание летал, делал что угодно, спасал людей, ломал автоматы, уклонялся от пули, как Нио, что угодно. Твое подсознание, это как шаловной ребенок, у которого сейчас нету родителя, который орет нельзя. Во сне ты делаешь все. Но как только ты просыпаешься, просыпается пахан. И сразу говорит, что нельзя делать. Нельзя, нельзя, не то, не то. И ты сразу приходишь в эту реальность. И опять закрывается подсознание в шкаф до того, как опять пока пахан заснет. Кто-то понимает? Вот этот конфликт. И вот что Бог хочет. Бог хочет научить тебя жить твоим духом, подсознанием, мимо серого вещества. Серое вещество нам дано с вами не для того, чтобы контролировать духовную сферу. Оно дано нам с вами, чтобы контролировать жизнь на земле. Жить. Мне сознание нужно здесь. Мне сознание нужно не обжечься, не то. Там воспитать ребенка. Кто-то понимает, да? Встать вовремя на работу. Завести машину, чтобы она прогрелась. Окей? Перед тем, как я туда сяду и примерзну к той сидушке. То есть, ну, чего? То есть, вот для чего мне нужно мое сознание. Но сознание ни в коем случае не нужно брать на беседу, на духовную ячейку. На духовной ячейке собирается Бог, подсознание, твой дух. А ум мы туда не пускаем. Кто-то понимает? Мозги. А можно мне на ячейку вашу? Бог, святой дух, подсознание. Я тебя выловлю потом. И дух твой. Душу берете, да? Душу забрали с собой. А могу я? Ты не имеешь права пускать мозги на ячейку. Мозги. Ты так выйди и скажи. Мозг. Управлять будешь днем. Управлять будешь моим мотоциклом. Будешь управлять навигатором. Мозг, ты мне нужен, чтобы на работе работать. А сюда даже не лезь. Ты не подтянешь. Тебе будет плохо, ты перегреешься. А мозг хочет. А я хочу. И мозг приходит и говорит. А вы мне объясните. Кто-то понимает, как работает мозг, да? У всех. Это я сейчас про тебя одного рассказываю. Это вся толпа, она вся в тебе живет. Окей? У тебя там целое движение идет. И там душа, там дух, там подсознание, там бог сидит. И мозг пытается всегда войти и свою лепту вложить. А это не от Бога. Видели? Это не от Бога. А ну пошла вот сюда. А ну иди отсюда, извилино. Не мешай советоваться вечным личностям. Я тебе еще раз говорю. Я иронизирую церковь. Я специально все это делаю, чтобы в твоем мозгу навести порядок сейчас. Ты должен сказать. Нет. Эти вещи. Мозг грешает. Вот. Мозг сейчас мне нужен, чтобы сказать. Температура в зале нормальная. Или ребята, жарковато. Можете включить кондиционер? Кто-то понимает, для чего мозги мне нужны? Но ни в коем случае. А это цена от Бога. Твой дух должен сказать от тех, кто спрашивает. А ну лежать. Вот когда температура была, все нормально. Окей? Но в этом случае. Шесть. Когда мне Бог научил вот это все, вот этот процесс. Это хи-хи-ха-ха. Но вы знаете, что это реальность? Когда ты скажешь. Я не пускаю мой мозг. Мой мозг Богом дан для определенной функции. Почему? Мы с вами пустили мозг во все духовное. И теперь эта тварь решает все в нашей жизни. Ну объясните мне. Почему вот эта тварь решает все в нашей жизни? Такой Бог. Знаете, почему нельзя мозгом познать Бога? Потому что ты, когда заходишь в мозг, рисуются дорожки, о которых я говорил. Нарисовывается картина. И ты засыхаешь. Другими словами. Залили бетон. Прошлись по нему. И он застыл. И вот эти следы, это все, что останется. И это ты скажешь. Вот это Бог был. Эти следы оставил Бог. Вот. Все остальное? Нет Бога. Твой дух способен, не понимая, вмещать все, верить во все, жаждать все. Я тебе еще раз говорю. Через свой сон, ты, даже не верующий в чудеса, можешь себе задать вопрос. Почему я во сне во все верю, а наяву ни во что? Задайте этот вопрос. Когда я этот эксперимент провел, я был шокирован, что все, все верят в сверхъестественное своим духом. Но как только включается вот этот пахан, он моментально вырубает все, потому что в этом пахане он знает, как Бог роба. Знаете, кто сейчас руководит церквями? Вселение. Вселение Иисуса не пускает. Вселение знает, я, кроба, Бог. И вот это, это не Иисус. Мы помним Иисуса до того, как он еще ушел отсюда. Мы помним там парочку вещей. Мы помним, он сделал, может, какие-то там мелкие там чудеса. Да, в воду, в вино. Ну да, пойдет нормально. Мы помним лавочки, помним, стульчики, помним, помним, столики деревянные, все помним, рамочки, помним, все помним, как делал. Это не Иисус. Вот в чем проблема. Твои мозги уже знают все, какой должен быть Иисус. Вот почему их нельзя пускать дальше. Это мое наблюдение. Потому что во сне отключено сознание, мозг отдыхает, поэтому работает подсознание. И вот весь этот процесс, вот он почему и происходит. Мозг это всего лишь процессор, который говорит тебе, что ты можешь, а чего нет. Вы понимаете, почему мозг нужен здесь? Потому что мозг мне нужен сейчас. Мои мозги, мой интеллект нужен мне. Потому что меня, мой мозг, он будет управлять моей жизнью на земле. Но ни в коем случае, когда Иисус начнет меня управлять. И Иисус скажет мне. Помните Сидрах Мессаха Вдинага, помните? Пойдете в печь. Мозг угадает, что тебе скажет. Все, сегодня будет барбекю. Кто-то поймает, да? Сегодня будет пахнуть жаренько. И Иисус говорит, не переживай. Ничего. Огонь вас не коснется. Почему? Потому что эти личности ходили в другом измерении. Огонь не касается. Львы не едят. Вода не берет. Пули, стрелы, что угодно. Львы не рвут. Все, ничего не работает. Яд не работает. Только по одной причине. Потому что это вещество давным-давно перестало двигаться в духовном и отключено насчет духовных вещей. Это вещество нужно для управления этой землей. Смотри. Итак. Мир это большая площадка. Я заканчиваю. Заканчиваю, заканчиваю. Потому что мне уже пора заканчивать. Мне уже пора дома быть, наверное. Смотри. Мир это большая площадка, на которую приходят духи, облеченные в тело, тренироваться и учиться, владычествовать над всеми физическими элементами. Кто-то через колдовство это делает нелегально. И они будут, естественно, за это наказаны. Кто-то никогда даже не пытается выйти из этого миража. Вот этот сон для них, вот этот сон. И вот это то, что они касаются, для них это реальность. Я еще раз вам говорю, родная моя семья, мы все проснемся. Этот сон, он закончится через несколько лет у кого-то, раньше у кого-то позже. И мы все с вами очнемся в вечной, настоящей, реальной жизни. Я еще раз вам говорю, если кто-то считает, что это реальность, это реальность, пока ты в ней. Ты сейчас здесь делаешь решения, которые отразятся на твою настоящую жизнь там. Когда ты покинешь этот футляр. И вся эта тема для взрослого человека. Мы посмеялись, позабавились здесь, все нормально. Но я хочу, чтобы ты вынес отсюда что-то. Ты берешь для себя что-то сейчас, вот здесь. Два мира, два измерения, твой мозг, все вот эти моменты. Пожалуйста, возьми это в свой дух. И просто скажи, да, Богу, нет тому, что приходит. И просто скажи, отец, я перешагиваю в иное измерение. Я перешагиваю на твою сторону. Ты создан Богом, чтобы владычествовать миром. А не мир создан, чтобы владычествовать тобой. Эй, мэн. Воздай, слава Богу, поднимайся. Вечная проповедь закончилась. Жизнь такая. Просто сейчас, я уверен, что сейчас может быть в твоем духе, да, даже в твоем разуме. Некоторые вещи становятся на свои места. Кое-что ты взял для себя. Все вы сейчас слышали разную проповедь. Поэтому я всегда прошу людей переслушивать ее. Потому что, когда ты первый раз слушаешь ее, твой мозг берет то, что он понимает и хочет. И отбрасывает то, что он не понимает. Поэтому проповедь нужно переслушать несколько раз, чтобы уловить элементы все. Я прошу сейчас вас, просто не отложите это просто, как знаете, такое забавное проповедь или там какие-то веселые моменты. Вы должны понять, дорогие, что это и есть наша жизнь. Это и есть то, кем сейчас ты прямо сейчас решаешь, где ты будешь жить. Я всегда говорю, ты запросто спасен. Ты спасен. Мы не говорим сейчас о неспасении или аде. Мы уже давным-давно спасены Христом и никто не отлучит нас от Его любви. Я говорю сейчас о том, где ты хочешь, чтобы Иисус был в лодке или ты хочешь стоять с Ним на воде. Что ты хочешь достичь в своей жизни? Я хочу достичь только самого велика, того, чего Он приготовил для меня. Я хочу, чтобы Бог взрывал мои мозги каждый день. Кто-то понимает? Я хочу, чтобы у меня фейерверки там в мозгах были каждый день, каждую ночь и ночью. Вот все. Я просто говорю, Бог, я ничего не знаю. Я та глина, которую я не хочу черстветь. И я прошу Духа Святого всегда держать мою глину в таком состоянии, в котором ее можно мять, строить. Не вздумайте зачерстветь. Перестаньте мозгами понимать Бога. Вы никогда не поймете. Вы будете в шоке, разочарованы и разбиты. Потому что как только ты начнешь понимать Бога мозгами, ты опять станешь религией и сектой. Ты станешь какой-то деноминацией, потому что деноминация основана на том, где Бог был. Но там все засохло. Там все понято мозгами. И теперь все, что не понимается мозгами, там не воспринимается. Но мозги Богом никогда не были даны, чтобы мозгами принимать Бога, пробуждение, движение. Для этого нам дан Дух Церковь. Дух. Вот Он. И я отдаю мое тело моему Иисусу. Я говорю Ему, пользуйся. Возьми меня, займи меня. Я твоя территория. Я еще раз говорю тебе, любимый мой Иисус, я ничего не знаю. И я прошу мудрости и знания. Я ничего не понимаю. Я человек, я чистый холст. Каждый день я просыпаюсь, я чистый холст. И я говорю тебе, любимый мой, пиши свою картину. Я свежая глина, готовая к тому, чтобы ты ее употребил. Каждый день я не хочу. Отец, я еще раз говорю тебе, я ничего не знаю, как должно знать. Я еще не там не был, где я должен быть. Я абсолютно говорю тебе, я твой, я твой. Я готов учиться, я ученик навсегда. Ты мой учитель навсегда. Я никогда не вырасту из сана сыновей. Я всегда буду сыном, а ты всегда будешь моим отцом. Это говорит о том, что у меня всегда буду учиться. Я люблю учиться, я наслаждаюсь учиться. Учи меня, Иисус. Я твой, я твой, я твой. Я принадлежу тебе. Спасибо тебе. Научи меня ходить твоими путями. Научи меня ходить твоей дорогой. Научи меня достичь то, что ты сказал, мы достигнешь. И ты сказал, мы достигнем больше. Я благодарю тебя, любимый Иисус. Спасибо. Спасибо. Аминь. Спасибо. 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 Спасибо.